Итак, все те упражнения, которые пациент выполняет дома самостоятельно по улучшению своей осанки, очень хорошо докрепляются массажными процедурами. То есть, пациенту я показываю все упражнения, показываю, что ему нужно делать, сколько нужно делать и как нужно делать, а он ко мне между делом приходит на массажные процедуры. На массажных процедурах я делаю коррекцию положения костей таза, манипуляции в грудном отделе, шейном отделе и как следует массирую те зоны, которые нуждаются в проработке, а именно зона ромбовидных мышц и грудных мышц. Сейчас я продемонстрирую, что нужно делать для коррекции осанки, именно в дополнении к тем упражнениям, которые я показал. Итак, пациент делает зарядку, которую я ему показал для улучшения его осанки, и параллельно пациент ходит ко мне на массаж. Что я делаю? Очень важно во время массажа сделать акцент на вот эту зону. Как я говорил ранее, это ромбовидные мышцы, то есть это мышцы, которые крепятся к среднему краю лопаток и к кости самотросткам позвоночника. Что мы делаем? Для того, чтобы их расслабить, нужен хороший массаж. Сейчас я массирую локально зону грудного отдела, но, конечно же, я прорабатываю тело целиком с акцентом на грудной отдел. То есть для того, чтобы эффективно расслабить ромбовидные мышцы и вообще всю спину, конечно, нужно расслабить также и ягодичные мышцы, поясницу и даже мышцы ног. И тогда можно будет спокойно переходить вот на этот отдел, на грудной отдел. В этот момент человек может, конечно, чувствовать легкий дискомфорт и легкую боль. Запомните, чем напряженнее у вас мышцы, тем болезненнее ощущение. Но, конечно, не стоит задача замучить пациента. Если пациенту больно, если пациент чувствует дискомфорт, то я просто снижаю интенсивность нагрузки. Здесь очень важно проработать большую малую ромбовидную мышцу, которая находится вот здесь. Мышцу, поднимающую лопатку. Она крепится к углу лопатки и к поперечным отросткам шейного отдела позвоночника. Вообще, грудной отдел это самый коварный, потому что чаще всего напряжение в грудном отделе является основной причиной болей в шее. То есть люди, которые ко мне приходят с болями в шее, жалуются, что у них очень сильно спазмирована шея, голову не повернуть. Говорят, просят меня разомните мне, пожалуйста, шею. На самом деле проблема вот здесь, в грудном отделе. Для этого нужно как следует проработать грудной отдел, как следует его размять, чтобы он горел, чтобы кожа была красного цвета. Дальше можно отпустить вакуумный массаж. Берем баночку. Пациенту может быть немножко больно. Ну, опять же, мы делаем в зависимости от чувствительности, мы создаем тот или иной вакуум, силу вакуума. Сейчас я показываю в ускоренном варианте массаж. Вот, так как массаж занимает, сама процедура занимает около часа. Сейчас я показываю только детали, что нужно сделать. Мы прорабатываем весь грудной отдел. И делается постановка банок. Можно обставить всю спину, а можно сделать локально, идти по грудному отделу позвоночника. Вакуумные банки, они глубоко расслабляют мышцы, снимают с них напряжение, улучшают, снимают лимфатические и венозные застои. И также вакуумные банки, они, у них очень интересный механизм работы. Сейчас я ставлю вакуумные банки, и пациенту кажется, что, точнее мозгу, центральной нервной системе кажется, что происходит очень мощное и жесткое перенапряжение в мышцах. И центральная нервная система сейчас посылает сигналы в мышцы расслабиться. Но мышцы расслабиться не могут, так как они сдавлены вакуумными банками. И через какое-то время пациент почувствует мощное расслабление, и даже некоторые люди засыпают под вакуумными банками. Когда проходит 5-6 минут, и мы снимаем банки, то происходит еще более глубокое расслабление. И в этот момент можно делать уже манипуляции на грудном отделе. Но перед тем, как мы сделаем манипуляции на грудном отделе, мы еще проработаем грудные мышцы и лестничные мышцы. Пока что пациент пускай лежит, расслабляется, отдыхает и получает удовольствие. Итак, прошло уже где-то минут 5-7, и пора снимать баночки. Вот обратите внимание, на данном пациенте баночки не оставили следы. Это говорит о том, что спина достаточно хорошо проработана, и никаких застоев нету, и сосудики, и капиллярчики работают так, как это требуется. Можно дополнительно снять напряжение со спины, аккуратненько проработать ее. И потихонечку мы сейчас будем переворачиваться, чтобы прорабатывать грудные мышцы и лестничные мышцы. Теперь переходим к массажу грудных мышц. Как я уже говорил ранее, сутулая осанка появляется из-за того, что у нас ромбовидные мышцы достаточно слабые, растянутые, а мышцы груди, наоборот, перенапряжены. И для того, чтобы осанку исправить, нам нужно убрать конфликт грудных мышц и ромбовидных, то есть постоянную их борьбу. Для этого нужно размять поверхность грудной мышцы и места ее крепления. Это достаточно болезненная также процедура, но опять же мы делаем все постепенно. Мы ни в коем случае не делаем это все через резкую боль. И потихонечку, когда мы грудные мышцы размяли, мы переходим на лестничные мышцы. Лестничные мышцы крепятся к первому-второму ребру, то есть их начало. И они крепятся к первому-второму шейному отделу позвоночника, а именно к поперечным отросткам. И вот эти вот зоны тоже нужно размять. То есть обратите внимание, насколько непросто работать с плохой осанкой человека. Мало того, что человек должен сам заниматься спортом, выполнять все мои рекомендации. Нужно еще пройти курс, а кому и два курса по 5-10 сеансов массажа. Шею нужно проработать детально. По ощущениям там, где есть напряжение, там мы останавливаемся и прорабатываем. И также можно на грудные мышцы поставить вакуумные банки. Массаж, направленный на исправление осанки, длится около часа. Ну, все в зависимости от выносливости пациента и от степени запущенности. Иногда я массирую и 2 часа. Ну, и можно поставить на грудные мышцы баночки. Это неприятно. Но это дает свои результаты. Конечно, внешне это будет выглядеть не совсем эстетично, когда вы выходите на пляж. А у вас синяки на передней части груди. Но, как говорят, красота требует жертв. Поэтому, ну, дней 5 синячки поддержатся и пройдут. Зато через какое-то время можно будет хвастаться своей превосходной осанкой. И вот в таком положении мы лежим также 5 минут. Ну, пока пациент лежит, пока у него баночки на груди, можно сделать ему доставить эстетическое удовольствие и помассировать лицо. Сделать массаж лица. Это намного лучше, чем обкалывать его ботоксом. Это намного лучше, чем мазать его всякими бесполезными кремами. Если будет интересно, пишите в директор, скажу, почему крема эти все бесполезны. Самое лучшее для лица – это массаж. Хотите предупредить преждевременное появление морщин на лице, то, пожалуйста, записывайтесь на массаж. Уберем вам морщины. Еще таким образом мы отвлекаем пациента от дискомфортных ощущений, которые возникают, когда мы поставили баночки на мышцы груди. И вот так пациента можно оставить полежать минут пять. После того, как время пройдет, мы снимаем банки. Сейчас, конечно, мы держали не пять минут, так как это больше показательная работа. В нормальном режиме все происходит гораздо дольше. И, как правило, после подобной процедуры пациент говорит, что у него такое ощущение, что спина выпрямилась, и он стал выше. Это как раз говорит о том, что мы поработали не зря. Ну и в конце каждой процедуры обязательно нужно делать коррекцию таза и позвоночника, чтобы максимально докрепить результат. Двигаемся ко мне ближе. Если мы не скорректируем положение таза и позвоночника, то максимального результата мы не достигнем. Вдох, выдох, и расслабление. Садимся. Вдох, выдох, и расслабление. Вдох, выдох, и расслабление. Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если у вас есть какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях. И если вы хотите прийти ко мне на массаж, чтобы поправить свою осанку, то звоните. Обязательно с удовольствием вас приму.